Здравствуйте, я Ольга Крамская, в эфире программа о законах, регламентирующих нашу жизнь. В начале нашего выпуска, как обычно, представляем вашему вниманию обзор законодательных инициатив и новых законов, которые обсуждались на этой неделе в стране и в нашем регионе. С 6 мая профосмотры и диспансеризация станут проводиться по новым правилам. В соответствии с приказом Минздрава, граждане будут проходить профосмотры ежегодно вместо одного раза в два года, а диспансеризацию раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет. При этом те, кому исполнилось 40 лет, будут проходить ее ежегодно. Документом также определен перечень мероприятий скрининга и методов исследований в зависимости от этапа диспансеризации. В частности, на втором этапе диспансеризации для граждан возрасте от 18 до 39 лет включительно, один раз в три года будут проводиться мероприятия скрининга для раннего выявления онкологических заболеваний, а также краткое индивидуальное профилактическое консультирование в кабинете медпрофилактики врачом-терапевтом. Добавим, что к концу этого года диспансеризацию должно пройти около 60 миллионов человек, а в ближайшие два года ее планируется провести для всех жителей страны. Госдума планирует во втором чтении рассмотреть законопроект, который упростит получение данных об автовладельцах-нарушителях для региональных властей. Речь идет о внесении изменений в статьи Кодекса об административных правонарушениях. В них говорится о порядке передачи информации о нарушителях, а также о порядке возбуждения административного дела. Дело в том, что в некоторых регионах местным законодательством установлены свои штрафы за некоторые нарушения, касающиеся автовладельцев. Например, за парковку на газоне. Помимо этого, есть еще платная парковка, за неоплату которой ответственность устанавливают местные власти. Они же принимают решение о наказании тех, кто стоянку не оплатил. Кроме того, некоторые регионы получили полномочия от ГИБДД по администрированию нарушений правил остановки и стоянки. И чтобы исполнять все это в полном объеме, местным властям необходим доступ к базе данных госавтоинспекции о владельцах транспортных средств. Ведь нарушения выявляются камерами фото-видеофиксации в автоматическом режиме. Известен только номер автомобиля, а кого привлекать к ответственности за нарушение – непонятно. И поскольку доступа к базе данных не было, органам местного самоуправления приходилось писать запросы. Новый же законопроект с поправками правительства предусматривает возможность обмена такими данными в электронном виде. Госдума готовит к рассмотрению законопроект, увеличивающий до 15 суток срок, за который начальство должно перевести зарплату сотрудника из одного банка в другой. Естественно, при желании человека. Напомню, что с 2014 года каждый гражданин имеет право выбирать кредитную организацию, где будет получать свои заработанные деньги. Сделать это можно двумя способами. Первый – при трудоустройстве и заключении договора. Тогда именно в нем будет оговариваться кредитная организация. Второй вариант – просто в любое время сменить один банк на другой, написав заявление на имя руководителя за пять дней до выплаты зарплаты. Но срок этот законодатели посчитали слишком коротким. Теперь на весь процесс будет отводиться 15 суток. Это упростит работу бухгалтерии, которая иногда не успевает оформить нужные документы. Так что вопрос смены сроков чисто технический. Если сотрудник придет с заявлением незадолго перед зарплатой, то ближайшую получку ему перечислят в старый банк, а следующий оклад пойдет уже на новую карточку. Отказать же в переводе выплат в другой банк работодатель не имеет права. Нарушителя могут наказать административным штрафом или предупреждением. Но это пока. Правительство внесло в Госдуму еще один законопроект, который будет приравнивать отказ в переводе в другой банк к задержке заработной платы. Штраф для должностных лиц составит от 10 до 20 тысяч рублей. От 1 до 5 тысяч – для предпринимателей. И самая большая санкция для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей. Госдума в первом чтении приняла законопроект за отказ обслуживать пожилых граждан и инвалидов. Документ предлагает дополнить кодекс об административных правонарушениях новым составом. Должностные и юрлица будут привлекаться к ответственности в случаях, когда потребитель не может получить доступ к товарам или услугам из-за ограничений по здоровью. В пояснительной записке приводятся данные Роспотребнадзора, согласно которым в его территориальные органы ежегодно поступает более 20 тысяч жалоб от пенсионеров и инвалидов. Речь в них идет об отказе в доступе к объектам и услугам транспортной инфраструктуры в потребительской сфере, сфере отдыха. Благодаря изменениям появится новый состав правонарушений, связанный с отказом потребителю по причине ограниченных возможностей здоровья или в связи с возрастом. Штрафные санкции для должностных лиц составят от 15 до 30 тысяч рублей, а для юрлиц от 50 до 100 тысяч. Исключения составят случаи, где речь идет об установленных законодательством ограничениях в отношении перевозок пассажиров авиационным транспортом, а также об обеспечении доступа к управлению транспортным средством. Также отказ в услугах не будет являться правонарушением, если речь идет о доступе к развлекательным объектам повышенной опасности – аттракционам. В селе Машинское председатель Новгородской областной думы встретилась с многодетной семьей Тумаевых. Некоторое время назад мама троих детей Наталья Владимировна написала в адрес спикера письмо с просьбой о помощи. Ее старший сын Эмиль Хан мечтал о новом ортопедическом велосипеде. Для него это не просто детская забава. Мальчик страдает тяжелой формой детского церебрального паралича и передвигаться может только с помощью велосипеда. К тому же особая конструкция трехколесного транспорта помогает развивать мышцы и поддерживать их в тонусе. Прежний железный друг семиклассника недавно сломался, а средств на покупку нового у семьи не нашлось. Все трое детей имеют ограничения по здоровью, и каждому на реабилитацию требуются большие деньги. Елена Писарева подарила Эмиль Хану новый специализированный велодоктор. Мальчик сразу опробовал свой новый транспорт и остался очень доволен. Теперь наравне с друзьями все лето он сможет гонять по машинскому на велосипеде и заодно тренировать мышцы. Огромное спасибо вам и вашей команде за то, что вообще за улыбку этого мальчика. Потому что насколько он ждал за улыбку мамочки. Для него это грандиозное событие, а мы радуемся действительно за него, потому что на одного счастливого ребенка у нас стало больше. Огромное вам за это спасибо. На прошлой неделе председатель Новгородской областной думы Елена Писарева с рабочим визитом посетила город Валдай. Первым делом спикер заглянула на строительную площадку нового корпуса гимназии. Сама она открылась еще в 2006 году, но строительный проект до конца в жизнь воплощен до сих пор не был. Ранее предполагалось, что на этом месте появится бассейн. Но в райцентре несколько лет назад появился физкультурно-оздоровительный комплекс и необходимость в создании отдельной тренировочной площадки для половцов отпала. Зато появилась нужда в дополнительных местах для начальной школы. До конца этого года новый корпус планируют сдать в эксплуатацию. И все это происходит по поручению Владимира Владимировича Путина, нашего президента, который выделил нам непосредственно средства для того, чтобы 73 миллиона рублей была построена здесь школа, для того, чтобы было оснащение школы на 121 миллион рублей, оснащение школ Балдайского муниципального района и вот этот детский садик – это ремонт крыши. Это основное, потому что мы понимаем с вами, если крыша течет в детском саду, конечно, это не есть как хорошо. Крыша должна быть нормальная, должна быть добротная, и, соответственно, дети должны быть в хороших, замечательных условиях. Но оснащение наших школ – мы давно этого ждали. Мы очень давно этого ждали, потому что и денег не было, и на областной доме мы все время поднимали такие вот вопросы. И сейчас Владимиру Владимировичу просто низкий поклон. Спасибо губернатору нашей Новгородской области, что, конечно же, смог донести, смог убедить. И, конечно, вот сегодня и строительство этой школы, оно показывает в том, что Новгородщина живет, Новгородщина идет вперед и Новгородщина делает все возможное, чтобы наши дети получали качественное образование. Детский сад «Дельфин», в котором за счет федеральных средств отремонтировали крышу, расположен по соседству со школой и стал второй точкой маршрута спикера областного парламента. Площадки этого дошкольного учреждения – образец совместного творчества, преданных своему делу воспитателей и отзывчивых родителей. Аккуратные клумбы с весенними цветами, расписанные вручную яркими красками столики, скамейки и домики, крепкие добротные веранды. Но есть и практически музейные экспонаты, не подлежащие восстановлению. Например, разваливающаяся на глазах горка, повидавшая не одно поколение воспитанников «Дельфина». Есть прекрасно оборудованные площадки. Есть площадки, к сожалению, вот такого вот вида, когда вот здесь деревья, когда вот здесь разрушенная горка. И, конечно, мы понимаем о том, что детей своих, да, но, наверное, страшно отдавать, когда вот он понимает, родитель, что его ребенок может на этой горке упасть, споткнуться и так далее. Да, вот, то есть есть какая-то опасность жизни. Конечно, замена необходима, замена нужна, и, соответственно, это будет проходить. Но не только в замене многострадальной горки нуждается детсад. Среди детских площадок притаился заросший травой и кустарником пустырь, на котором хотелось бы возвести спортивный комплекс для будущих чемпионов. Тем более, что подающих надежды спортсменов в детском саду предостаточно. В детском саду занимается 270 воспитанников. Ребятишки нашего старшего дошкольного возраста очень часто занимают призовые места и в районных спортивных соревнованиях, и даже во всероссийских, в дистанционных бывают такие теперь конкурсы. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы условия для занятий спортом и физкультурой были немного лучше, более современными. Ребята действительно очень хорошо занимаются здесь спортом. И, может быть, здесь растут будущие олимпийцы. Поэтому вот дай бог, чтобы мы воспитали здесь у нас на Валдайской земле тех ребят, которые потом будут славить и Новгородскую область, и всю нашу Российскую Федерацию. И начинать нужно с детства. Начинать нужно непосредственно с детского сада. Ну и, соответственно, вот участие по реализации вот таких вот спортивных объектов, оно необходимо. Нет своей спортплощадки и у Валдайского детского сада «Елочка». Вместо нее лишь пара турников с облупившейся краской, лесенка и столбы для волейбольной сетки. Наследие советского прошлого. И нельзя сказать, что малыши из «Елочки» в физкультурном инвентаре не нуждаются. Еще как. Здесь шесть групп. В каждой по 20-25 ребятишек. В том числе есть группы и компенсирующие направленности, где занимаются детки с ограниченными возможностями здоровья. Вот вы знаете, это вот второй детский сад Валдаи. И опять та же самая картина. То есть мы видим где-то с душой, где-то прекрасно оборудованной площадки. Но, конечно, за неимением тех средств, которые бы хотелось иметь детскому саду, да и образованию в целом здесь, Валдайского района, есть, конечно, вот такие вот пустыри посредине детского сада, можно сказать, где, конечно, ребятам нужно развиваться, нужно играть. Но, соответственно, вот здесь вот старый-старый пустырь, который нужно непосредственно оборудовать. Вы знаете, мы попытаемся однозначно сделать так, чтобы здесь вот были достойные условия воспитания детей. Безусловно, покупка и установка современных уличных тренажеров потребует серьезного финансирования. Тем более, что пригодятся они не только детским садам Валдая. Не будет ошибкой сказать, что и в других районах ситуация похожая. Скудное оснащение дошкольных учреждений в апреле обсуждали участники дискуссии по нацпроекту «Демография». Теперь Елена Писарева намерена лично собрать сведения и оценить, сколько детсадов региона нуждаются в новом спортивном оборудовании. Еще одну встречу в Валдае председатель областной думы провела с лидерами женских общественных организаций, регионального отделения Совета женщин, Лиги деловых женщин, Российского Красного Креста, организации «Женская инициатива» и других. Всего два месяца назад они вместе провели свой первый областной форум, а уже пришла пора готовиться к следующему. Есть решение продолжения. Хочется провести такой форум к Дню матери в ноябре месяце. Он будет несколько другой. Мы вчера уже концепцию обговаривали, где-то меняли. Это должно быть, конечно, где-то и празднично, где-то это должно быть однозначно и по деловому, чтобы мы должны включить какие-то положения, с которыми мы пойдем дальше. Ожидается, что в программу форума войдут мастер-классы, семинары и конференции, на которых женщины представят свои лучшие проекты и особое внимание уделят вопросам демографии. А пока активистки планируют провести несколько организационных встреч, возможно, в разных районах области, чтобы заодно познакомиться с их достопримечательностями и социальными учреждениями. Первая экскурсия прошла по молодежному центру нового поколения «Место Валдай». Он действует по принципам советских домов-пионеров. Для детей все бесплатно, но более современно. В арт-пространствах центра можно заниматься 3D-моделированием и робототехникой, познавать историю живописи и учиться рисовать в изо-студии, примерить на себя роль модельера в мастерской стиле, создать собственную рок-группу или познать искусство фотографирования. Всего в центре 17 направлений. И попробовать силы можно в каждом, пока не найдешь занятие по душе. И, конечно, такой формат дополнительного образования в Валдае невероятно востребован. Только художественную студию регулярно посещают несколько десятков юных валдайцев. А закончилась встреча женщин-лидеров в стенах главной святыни этой земли – Иверском монастыре, где они встретились с митрополитом новгородским и старорусским львом. Гости познакомились с историей монастыря и приняли участие в молебне. Это была программа о законах, о тех, кто по ним живет и о тех, кто их принимает. Мы увидимся с вами в следующий четверг в 19.40. Будьте здоровы, берегите себя и помните, что главное в законе не его слова, а его смысл. Редактор субтитров А.Семкин